Валерий Седов Синенькие для крестьян Почему Наполеон ввез деньги в Россию целыми эшелонами 12 фоновых оттенков В преддверии нового театрального сезона Рязанский театр драмы представил свой фирменный стиль Приоритет качества жизни людей Самый главный приоритет Этот тезис, как заявил сегодня журналистом Губернатор Рязанской области Павел Малков Станет приоритетным во всех сферах В последний раз большую пресс-конференцию Для региональных СМИ собирали еще в августе Малков был еще с приставкой в Рио И вопросов с тех пор у журналистов поднакопилось Самый, пожалуй, злободневный вопрос Вокруг которого много недопониманий Слухов, разговоров и сомнений Мобилизация Добрая половина вопросов от журналистов была об этом И о нарушениях при вручении повесток И ошибках в ходе мобилизации И о вопросах поддержки семей мобилизованных И о том, как проходит подготовка В загородном учебном центре Сам много раз уже был в учебных центрах Общался с людьми Все, что касается базового обеспечения Оно есть Высокого качества Каждому мобилизованному Представляется полный набор Необходимого обмунтирования и экипировки Также хочу сказать, что у бойцов Самое современное оружие На котором они сейчас и проходят обучение Или вспоминают свои навыки в учебном центре И который будет дальше с ними У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идет Есть определенные задачи Которые мы сейчас исполняем Причем нет задачи призвать всех единовременно В один день Мы работаем индивидуально С семьями тех, кто был мобилизован За каждой семьей закреплен ответственный От органов местного самоуправления От органов исполнительной власти Субъекта И точно так же Каждую задачу Каждый вопрос Мы разбираем индивидуально Еще один блок вопросов Который не теряет актуальности И даже с каждым годом все острее Экология Загрязненный воздух Запахи, которых невозможно не замечать Несанкционированные свалки И стоки в водоемы Вопросы требуют особого подхода Комплексной работы Которая займет не один год Подчеркнул губернатор Очень серьезно занимались с коллегами Вопросами выбросов атмосферы И в целом экологической повестки Думаю, что вы уже в курсе Что назначили ответственным За министерство И за все его задачи Другого зампредправительства Первый зампредправительства Николай Нарасляков Можно однозначно сказать Что какого-то единственного Источника выброса В Рязани Который таким образом Негативно влияет на атмосферу Нет Их много Большое количество Самое разное У нас сейчас уже есть план Работы и действий По этому направлению Начиная от того Что мы начинаем наращивать Средства мониторинга Заложили уже бюджет На следующий год И на 24-й год В течение двух лет Приобретем достаточно Большое количество средств Которые позволят нам Более точно Составить картину Выбросов По экологическим вопросам Ведется аналитическая работа На основе которой Уже в этом году По словам Павла Малкова Будет выработан план действий На ближайшие годы Не остались в стороне Темы здравоохранения Образования Руководители региона Спрашивали о превентивных мерах Во избежание повторения Лесных пожаров О долгострое музея И о ремонте здания Второй гимназии Реновация системы Городского транспорта Еще один насущный вопрос Как и уборка И благоустройство Областного центра в целом Кадровые вопросы И вопросы низких зарплат Тоже не ушли От внимания губернатора Например Точно известно О появлении новых лиц В правительстве По ряду кандидатурно-ключевые посты Уже приняты Принципиальные решения У нас уже Есть Кандидаты Согласованные Которые прошли Все собеседования Тестирование Необходимые Сейчас просто проходят Последние проверки Это руководитель Госжилой инспекции Это министр Соцразвития Это министр Транспорта Автомобильных дорог Это зампред Правительства По сельскому хозяйству И пожалуй все Дополнительные Консультации Пока еще ведутся По зампреду Правительства По социалке Да И по министру строительства Не могли не спросить Коллеги И о новогодних торжествах Как планируют В текущих условиях Отмечать праздники На что губернатор Ответил Что массовых торжеств И салюта Естественно не будет А вот детские елки И украшения города Отменять Нецелесообразно Рассказал Павел Малков И о личном О том Что никак не может Подобрать пресс-секретаря О том Почему сам лично Ведет свой телеграм-канал А также о занятиях Единоборствами Спортивный график Говорит Чуть сбился Из-за губернаторской Должности И текущих дел Но постепенно Павел Викторович Возвращается В свой обычный Рабочий режим Марина Романюк Михаил Лазуткин Телекомпания Город Больше 18 миллионов рублей Получит Рязанская область На поддержку Семьи с детьми Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков Написал В своем Телеграм-канале Речь идет О ежемесячных Выплатах В случае Рождения Третьего Или последующего Детей До достижения Ими трех лет Деньги на это Областной бюджет Получит из Резервного фонда Правительства России Уже в этом году И таким образом Общая сумма На эти цели Возрастет До 706 миллионов рублей Информацию О получении Дополнительных средств Павел Малков Прокомментировал Так Вопросы демографии Поддержка Семьи с детьми В Рязанской области На особом контроле Это Приоритетное Для нас направление Важная часть Социальной политики Региона Дополнительное Поступление Федеральных средств Позводит Реализовать Все наши Обязательства О деньгах Можно узнать Много чего Интересного Можно теперь И в центре Рязани В городских рядах Открылась выставка Банк России 250 лет Российским бумажным Деньгам Где вас сразу же Встречает Большое Фотопонно С увеличенными Изображениями Банкнот Из музея Банка России Синенькие Красненькие Петенькие Катенькие От первых Банкнот Полностью Выполненных Из полимерного Материала История Первых Российских Бумажных Денег Начинается В 1769 Году Когда Императрица Екатерина Приняла Решение О выпуске Ассигнации Первые Ассигнации Были выпущены Номиналом 25 50 75 И 100 Рублей Делали Ассигнации Преимущественно Для помещиков И богачей Однако Через считанные Месяцы Ценные бумаги Уже достались И простому Люду А как водится Где есть деньги Рядом Ищи подделки Народ Очень быстро Понял Что Ассигнация В 25 Рублей Может легко Стать 75 Рублевой Достаточно Заменить Одну цифру После Резкого Роста Фальшивок Эту Ассигнацию Из обращения Вывели Такую Историю Можно услышать На выставке Посвященной Российским Денежным Средствам Организовал Центробанк Можно Ознакомиться С каждой Банкнотой Узнать Ее историю Создания Банкнот Какие-то Интересные Факты На выставке Вы можете Познакомиться С денежными Реформами Которые у нас Проходили в стране А рассказать Есть что Например Первые цветные Деньги Появились в России В 1787 Раскрасили их Специально Для крестьян Пятирублевка Была синя Десятирублевка Красная Большими буквами Даже надпись Оставили Кстати Говорят Чем журавль В небе имеет Прямое отношение К этим купюрам Мол Лучше пусть в руках Синяя Ассигнация будет Чем неизвестно Какой доход Наполеон Имел такую практику Со страной С которой он Воевал Возить эшелоны С поддельными Деньгами Чтобы осуществлять Подрыв экономики Страны Но деньги Наполеоновские Очень можно было Легко отличить Они были Очень часто С ошибкой Вот смотрите В слове Ходячие Монеты Буква Д Заменена На букву Л А в 1895 году Российские купюры Стали и вовсе Самыми защищенными Иван Орлов Изобрел так называемый Овсетный способ Печати А также Известную Глубокую Печать В виде Гравировки Плюс на купюрах Стали появляться Изображения Правителей Сменилось это С революции 1917 Тогда Дензнаки Менялись так быстро Что народ И понять Ничего не успевал Были например Такие Керенки Выпускали их Целыми листами По 40 штук На каждом Ножницами Нарезали зарплату 40 рублевками Каждая по 5 на 8 сантиметров Правда Ценились эти Ассигнации Так невысоко Что листами Порой и печь Растапливали И вместо обоев Клеили Уже с 19 года С денежными Средствами Стало лучше И ситуация Пошла на лад Здесь история Уже легко Прослеживается До советских Трех рублевок И современных соток Бумажные деньги Неоднократно Меняли свой облик А их оформление И способах Изготовления И история страны Выставка будет работать До 23 октября В городских рядах Валерий Седов Дмитрий Фимов Телекомпания Город Уже 21 октября Театр драмы Откроет свои двери И приглашает на премьеру Спектакля Тартюв Об этом сообщил Директор театра Борис Гречко На пресс-конференции Напомним Театр был закрыт На реконструкцию Больше года Пока шли Ремонтные работы В здании Артисты успешно Гастролировали По стране Семен Гречко Рассказал, что только С весны этого года Труппа побывала В Тамбове Новочеркасске Ростове-на-Дону Таганроге И других городах За время гастролей Артисты получили Множество наград Международный фестиваль Не столичных театров Комплимент в Новочеркасске Принес коллективу Призы в номинациях Лучший режиссер Лучший дуэт И лучшая женская роль Второго плана За спектакль Фауст Самым недавним Стало выступление На международном театральном фестивале Хай-фест в Ереване Помимо этого Труппа давала Благотворительные спектакли Мы показывали Свои спектакли Для жителей Луганской и Донецких Теперь уже областей Нашей страны В центрах Временного размещения Где обслужили 1100 человек И мы показывали Спектакли В Ростовской области Непосредственно в Бризиске С местом проведения СВО Для жителей этих областей Мы показывали Тоже Спектакль Пользуясь тем Чтобы на гастролях Были в Ростовской области И тоже обслужили 970 человек 235-й театральный сезон Открывается 21 октября Премьера спектакля Тартюф К 400-летию Мольера Ближайшим крупным событием Станут большие гастроли Новгородского областного Академического театра драмы Имени Достоевского Которые пройдут С 27 по 30 октября 6 ноября пройдет Торжественная церемония Награждения областной Театральной премии Зеркало сцены А с 14 по 20 ноября В Рязанском театре драмы Выступят коллективы Со всей стороны В рамках 7-го международного Фестиваля спектаклей О любви Свидание на театральной Для нас это очень ожидаемый сезон Потому что мало того, что он юбилейный Большое количество премьер Которые произойдут уже в этом году И это, наверное, не совсем может быть Даже типичный премьер для нашего театра Конечно же, еще мы готовимся Сейчас все практически с августа месяца Идет подготовка к работе над нашим фестивалем Потому что, да, для зрителя Фестиваль «Свидание на театральной» Это любовный материал Интересные комедии, связанные с историей любви И новые города, которые приезжают к нам в гости Все готовятся Всем очень хочется Предстать перед зрителем Так как давно не встречались с рязанским зрителем Главный художник театра Геннадий Скаморохов Рассказал о новом фирменном стиле Разработанном к театральному сезону Вот так теперь будут оформлять афиши Программки и другую продукцию Дизайнеры разработали 12 фоновых оттенков Ярких, но хорошо сочетающихся между собой Яркой чертой нового стиля оформления станут черно-белые вырезанные образы Фрагменты гравюры рисунков, фотографий, старинных документов Это подчеркнет связь времен А когда требуется, в афиши и другие материалы будут добавлять более современные цветные изображения Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» Уже через пару дней футболисты Рязани на своем поле В матче очередного тура второй лиги примут домодедовский пересвет Который совсем недавно выбил подопечных Дмитрия Сережкина из Кубка России Понятно, что дополнительной мотивации нашим парням не нужно А уж тем более после матча со второй командой «Родины», который стал для Рязани ушатым холодной воды И дело здесь не столько в результате После пятиматчевой беспроигрышной серии, а в предыдущем туре рязанцы обыграли еще и лидера чемпионата В Москву на встрече со второй командой «Родины» подопечные Дмитрия Сережкина приехали в приподнятом настроении И начало поединка это показало вполне Первые 10-15 минут рязанцы, они в синем, были активны Они сразу взяли инициативу себе и создали, показалось, идеальный голевой момент Егор Аксенов аккуратной скидочкой вывел на убойную позицию Вячеслава Пурака Но лучший бомбардир Рязани пробил мимо ворот А спустя минуту его плотный удар в створ отразил голкипер «Родины» На 24-й минуте травму получил самый активный игрок Рязани Егор Аксенов После неудачного падения его на скорую увезли со стадиона Но на этом неудачи гостей не закончились На 30-й минуте за фолк последней надежды был удален Семен Егоров Со штрафного Никита Голдобин четко уложил мяч в угол прямо над стенкой 1-0 Синие пошли вперед большими силами, но успеха не добили Зато получили гол в раздевалку Тот же Никита Голдобин из опорной зоны беспрепятственно закрутил мяч Мимо своего тезки Яновича и уже 2-0 Во втором тайме рязанцы попытались переломить ситуацию Но сделать это в десятером для них было тяжеловато А на 74-й минуте они и вовсе остались в 8 полевых Вторую желтую получил Андрей Щербаков и покинул поле И вовсе неудивительно, что в концовке рязанцы пропустили еще один мяч Никита Голдобин оформил хит-трик И, похоже, снова повысил свою стоимость на трансфер-маркете В следующем туре рязанцы принимают пересвет, которому не так давно уступили в Кубке страны Мотивация, конечно, будет А вот что делать с потерей сразу четырех игроков основы Тренерскому штабу надо будет крепко подумать Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и спокойных новостей До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова